Не так давно группа компаний КПТ Гастрой презентовала проект жилого комплекса Тайгинский парк. В течение нескольких лет в Калининском районе Новосибирска появится 10 жилых домов разной этажности с бульваром, большим парком и набережной у озера. Тайгинский парк Разработкой проекта занималось питерское архитектурное бюро «АЛЕН», которое известно о реализации жилых массивов в Москве. Санкт-Петербурге и других российских городах. Цель проекта – создание самодостаточной среды, обеспеченной всеми основными функциями жилого городского квартала. Прекрасный парк 2,5 гектара, бульвар и озеро небольшое. С точки зрения транспорта считаем, что это очень удачное расположение. Тайгинский парк разместится на территории 11 гектаров. Здесь будут построены 10 домов разной этажности класса комфорт. В плане благоустройства – большой бульвар через весь жилой квартал, спортивные детские площадки, беседки для барбекю, набережные у озера, смотровые площадки, каток и, конечно, огромная зеленая зона. Мы пожертвовали достаточно большим земельным участком, который могли бы капитализировать в квадратные метры, но концептуальные разработчики предложили нам все-таки пойти на этот шаг, потому что действительно он, наверное, капитализируется иначе. Люди увидят полную обеспеченность инфраструктуры и досуговой составляющей. Это такая зона природы внутри города. Плюс это велодорожки, пешеходные дорожки, поля для мини-футбола и теннисный корт. Работы по возведению Тайгинского парка уже ведутся. Первая очередь жилого квартала будет состоять из двух домов. Дом номер один полностью разработали котлован и производим свайные работы. Дом номер два переезжает в скорости строительства. Там уже у нас завершены свайные работы, завершены фундаментные работы, и мы приступили к возведению стен подвального этажа. Территория парка полностью подготовлена под свое благоустройство. К интенсивному освоению площадки парка мы приступим в весенний период следующего года. Вблизи нового жилого квартала расположены две школы и два детских сада. В будущем появятся и другие социальные объекты. Совместно с мэрией застройщик обсуждает и перспективы транспортной доступности для жителей будущего микрорайона. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.